Направляемся к родителям. С нами Доминик. Доминик, привет! 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 Робби, привет! Всем привет! Видите, снежок лежит? Робби три раза поздоровался, да, Робби? Молодец! Теперь везде снег. Вот так, цветочки все теперь под снегом. К родителям, вот тут такой снегопад, вау! Папин фирменный салат. Вот, мама, сейчас будет картошку, Жанна. Робби показывает, где мама родилась, варишь. Там сейчас тоже, это сегодня фотография? Да? Сейчас тоже там снег? В общем, везде снег. Да. Со мной мое вязание. Носочки с жаккардом, вот только, ну-ка, начала буквально два ряда. Потом посмотрим, что у меня получится. Мама сделала фасоль с салом. Очень вкусно. Ой, графче на тавче. Скажи. Как? Графче на тавче. Графче на тавче. Желаете за фунт зажмать? Ну, поняла, я поняла. Бужу не пейс царь. Все выучили, да? Графче на тавче. Ну вот, пообедали. И уже солнце на улице. Видите, вот так у нас в Германии. Снег, солнце. И все в один день. Так, друзья, всем привет. Робби сегодня готовит. Вот как я стала снимать, чуть не улетела, да, Робби? У нас сегодня снова будет, так, вот тут у нас все, корешки, вершки, корешки. Все у нас здесь. Робби снова готовит мясо по-китайски, овощи по-китайски. Все вместе. Я в прошлый раз рецепт оставляла. Многие из вас писали спасибо, кто-то пробовал. Вот, кто впервые на моем канале, оставлю ссылку на рецепт. Там девушка говорит на немецком, ну, можно поставить субтитры. Вот. Я тоже решила не отставать, и я тоже готовлю. Что готовлю я? Я решила сделать, давно не делала на самом деле, я решила сделать кашу с яблоками, рисовую кашу с яблоками. Вот не знаю, что-то вспомнили, да, Робби говорит, что-то ты давно, говорит, не готовила, приготовь, захотелось сладкого. Вот. Хоть сейчас и масленица, надо блины готовить, но блины, наверное, будут завтра или послезавтра. А сегодня я решила сделать яблочную кашу, рисовую кашу с яблоками, и хочу поделиться с вами рецептом. Может быть, вы не готовили такую кашу, приготовите. Если готовили, знаете, у вас есть какой-то ваш рецепт собственный, поделитесь, будет тоже интересно. Итак, что понадобится? Я взяла изюм, это для тех, кто любит изюм. Кто не любит, конечно, изюм не берем. Почти стакан изюма, нужно будет где-то половина, это где-то 120 грамм сливочного масла, потом ванильный сахар, ванилин, обычный сахар, рис, где-то полтора стакана я буду делать на полтора стакана, нет, на полтора не буду, наверное, на стакан, чтобы яблок было побольше, риса было поменьше. Вот, и здесь у меня порезаны яблоки. Знаете, стояли яблоки 4 штучки, ни туда, ни сюда, и уже вроде бы как бы не такие сочные уже, никто не хочет их есть, но они еще были хорошие. Я 4 яблока почистила, порезала вот такими вот дольками. Ну, сначала почистила яблоко, потом на 4 части вытащила сердцевину и потом порезала вот таким образом. Теперь что, я включаю кастрюлю, сюда добавлю масло и потом покажу вам все. Вот, как видите, я взяла пол пачки масла. Если у вас яблок больше, если вы риса делаете больше, значит, соответственно, и масла больше, может быть, даже пачку, чтобы каша была такая сочная, мягкая, вкусная, наваристая. Вот, я думаю, что мне будет достаточно. Теперь что я делаю? Сейчас у меня масло растопится, и я добавлю яблоки и засыплю хорошо с сахаром, и добавлю ванильный сахар, и добавлю изюм. Изюм, кстати, можно сейчас, чтобы он уже немножечко... Так, стоп, переодену руку, неудобно левой, я не левша. Вот, сейчас это все будет... Топится масло, и сюда же сейчас отправятся яблоки и сахар. Сахар по вкусу я приблизительно, ну, не знаю, где-то ложек 6 столовых я положу. Но потом, когда я буду делать рис, когда уже все помешаю, я потом еще попробую. Каша должна быть, конечно, сладкая. Вот. Робби продолжает свою работу. Что тут? Морковь режет. Вот, в общем, мы в 4 руки сегодня. Значит так, друзья, что я сделала? Я высыпала все яблоки, засыпала 5 столовых ложек сахара, все хорошо перемешала, ванильный сахар тоже сюда насыпала, и сейчас я убавила огонь. Где-то у меня вот на троечке стоит такая средняя температура. Я накрою сейчас крышкой, и это все будет томиться, ну, не знаю, минут, наверное, 10, может быть, 15, чуть больше. Яблоки должны стать мягкими, и они должны дать много сок. Итак, я посмотрела, не знаю, как у меня яблоки уменьшатся, но, наверное, все-таки я сделаю, наверное, все-таки полтора стакана риса. Посмотрю. Так, у нас все шипит и парится, я еще включила вытяжку. Ну, я надеюсь, что вам слышно, друзья. Итак, я буду... Да, еще раз постучи. Да, чтоб всем весело было. Да. Все собрались на обед, ну, перестань. Итак, смеется. Значит, друзья, яблоки все пропарились, стали мягкими. Вот дали сок, видите, как много сока. И теперь я приготовила рис, и, знаете, все-таки я сделала полтора стакана риса, а не стакана полтора. Значит, сейчас я это все добавлю сюда, уменьшу огонь, добавлю немножко воды, и все это будет томиться. Все, друзья, каша готова. Очень вкусная. Мы уже попробовали сладкая, такая сочная. Вот, так что, друзья, попробуйте. Робби добавку себе положил, такая вкусная каша, что он положил добавку. Она такая горячая. Я положила вот так вот на тарелку, чтобы немножко остыла. Оно очень-очень вкусно. Да? Так, друзья, показываю вам свой уголок. Я вот здесь сижу, вяжу, смотрю Таню Кельмяшкину. Какая рыбка красивая. И вот что у меня получилось. Я вчера, вы знаете, провязала немного вечером, совсем, и вот сегодня чуть-чуть, потому что мы подаем документы, доминика на поступление, и тут то одно, и тут другое. В общем, я была занята другими делами. О, давайте на свет. Я вот так вот лучше покажу, да? Во, вот так, наверное, видно получше, да? Видите, какой узорчик получается. Вот, это такой очень-очень простенький, несложный совершенно жаккард. Но я вам хочу сказать, все-таки, какую играет роль, когда вот у тебя набитая рука, да, и я давно не везла, я уже даже не вспомню, когда же это было. Это было, по-моему, в прошлом году. В общем, называется, как давно это было. Вот, видите? Поэтому, и вот смотрите, петельки кривенькие такие, непонятные какие, смешные такие, да? Ну, я думаю, что постирается. Все, носочек разровняется, и вот так вот. Я вам схемку вставлю, кому интересно. Это очень-очень простая схема. Конечно, хорошо смотрится, когда контрастная достаточно нить, допустим, белая с черным, или черная с красным. У меня же здесь, видите, вот контрастная нить, это у меня с пасмой осталась вот такого цвета, и это тоже с пасмой осталось. Я носки вязала вот такая. Ну, и остаточки надо, конечно же, пристраивать. Я провязала здесь вот кусочек резиночки и пустила это в жаккард. Вот теперь думаю, стоит ли мне делать таким же цветом пятку. Ну, мысок однозначно я хотела, и вот думала, или делать пятку стронг просто одним цветом, и потом сделать мысок, или добавить пятку. Наверное, не буду. Не буду, потому что не хочу опять нить присоединять. Мне нравится, как пятка стронг вяжется, она по кругу вяжется с прибавлением, потом обратно поворотными рядами с убавлением, и, в общем-то, меня это очень устраивает. Наверное, все-таки я продолжу вот этой нитью, а здесь я сделаю мысок вот таким. Вот, ну, напишите свое мнение, как вам нравится узорчик такой. Ну, мне вообще нравится, простенький такой, хороший и смотрится, в общем-то, хорошо. Вот, ну, естественно, была бы пряжа, может быть, немножечко другая, смотрелась бы более выигрышно, но ничего, вот так тоже хорошо. Значит, так, по петлям. Я набирала 70 петель, потом на жаккарты я прибавила 10-80, раппорт узора 4 петли, вот, и после я снова перешла на 70 петель, вот здесь вот сократила. Здесь у меня резинка номером, так, набор номер 3, потом идет 2,5, потом 2, по-моему, да, или 2,5, и вот здесь уже жаккард я вязала на 2,75. Вот, не могу сказать, что я сильно плотно вяжу или что, но, тем не менее, всегда рекомендуют на жаккард немножечко больше номер спиц сменить, да, чтобы здесь не стянуто сильно было. Ну, у меня достаточно, достаточно, вот смотрите, свободно, да, все хорошо здесь, в общем-то, надеть, я думаю, что будет без проблем. И, в общем, друзья, вот показала, что у меня получается. Вот, действительно, как давно это было, жаккард, я вам показывала в позапрошлом видео, сейчас, если я найду носочек, я вам покажу. Вот, нашла, вот жаккард, который я вязала, да, по-моему, это в прошлом году было, и вы знаете, мне очень нравится вот эта вот пряжа, вот эта пряжа от Drops North, она такая классная, особенно, когда вяжется жаккард, кажется, такие петелечки какие-то кривые, но потом она, эта пряжа нереально распушается, вот так вот, да, раскрывается, и прям все вот петелечки так закрываются, так классно, вот прям супер-супер для жаккарда. И здесь я жаккард еще делала, вот здесь на, на самом носке. Вот, в этом случае я делать не буду, здесь у меня только, вот, по верху будет идти, и пятку Strong, буду как вот на прошлых носках я делала. Здесь так классно, без отрыва нити, раз-раз, и пяточка готова. Вот, поэтому провяжу уже вот этим цветом, не буду менять на этот цвет. Вот, друзья, поделилась с вами, поделилась, что у меня получается, хоть немножечко, но все-таки все равно стараюсь вязать, видите, вот так потихоньку-потихоньку продвигаюсь. Вот, а вяжете ли вы жаккард? Напишите, мне будет интересно почитать в комментариях, как вам нравится, вообще нравится вам жаккардовые, допустим, носочки или изделия с жаккардом. Мне, вы знаете, раньше как-то меня это не впечатляло, я вам признаюсь. Ну, может быть, потому что я не умела вязать жаккард, и мне как-то это не привлекало. Сейчас, после того, как вот Ирина приходила ко мне, вы помните, она меня учила вязать жаккард. Ирочка, я знаю, что ты меня смотришь, привет тебе большой. Вот, я надеюсь, что Ира скоро придет в гости. И вот, когда она меня научила вязать жаккард, мне это, ну, я не могу сказать, что прям очень-очень понравилось, но, тем не менее, мне как-то приятно и радостно, что я теперь тоже это умею. Вот, и сейчас, в последнее время, я заглядываюсь на изделия с жаккардом, и мне даже очень нравятся лапописы. Я прям смотрю лапописы и в Инстаграм, и в Пинтересте. Может быть, следующий мой большой проект джаккарда будет лапописом. Ну, кто знает, кто знает, все может быть. Ну, друзья, на этой позитивной ноте я хочу свое видео закончить. Надеюсь, вдохновила вас на вязание, показала вам наши новости. Всего вам хорошего и до новых встреч!